Тяжелый перелет был, ну ничего, вроде два дня сейчас акклиматизировались постепенно, с погодой немного сегодня не повезло, дождь, так пасмурно, ну мы из Питера, нам привычна такая погода, ну песок немного такой тяжеловатый, ну не знаю, мы на Ново-арене, наверное, примерно на таком же песке тренируемся, то есть нам, наверное, будет полегче здесь играть, там, не знаю, всем командам, мне кажется, будет тяжело, там, первые, там, две-три игры точно привыкать, необычный песок, то есть, мне кажется, только здесь он такой, необычный, ну а так, в целом, все хорошо, хороший отель, атмосфера в команде хорошая тоже, уже хочется начать играть поскорее. Прошлый турнир, да, таким немножко неудачным было, знаю, сломали руку, да, травму получили буквально за два дня до старта турнира, как сейчас, на сколько процентов себя чувствуете? Ну, прошлый сезон, да, грубо говоря, не удался, у меня травмы за травмами были, только вроде восстанавливался, начинал, не знаю, очень рьяно, наверное, набирать форму и получалось так, что мышцы не справлялись и опять получал травму. Ну, этот сезон вроде без травм, дай бог, чтобы отыграть его, сейчас набрал хорошую форму, надеюсь, все будет хорошо, буду забивать голы и приносить пользу команде. Новый главный тренер Энджело Ширинце, как он по вот этим первым полутора месяцам работы, по-моему, да, вот, и команда немножко обновилась, Максим Чешков пришел, лучший игрок мира по итогам прошлого года Маури Синью, что о них скажете, Кристалл с ними стал сильнее нам? Ну, честно говоря, Ширинце очень понравилось, то, что, как бы, возглавил нашу команду, нужно было, наверное, где-то чуть-чуть внести, так, новой крови. Ну, не знаю, человек поигравший, опытный, как бы, видит со стороны, там, где нужно что-то поменять, где-то что-то добавить, там, где-то, может быть, нагрузку снизить, где-то, наоборот, добавить. Под его руководством сложить сезон удачно у нас, а по поводу игроков очень рад, что присоединились к нам Мури Синья и Чешков, я играл с ними обоими в роторе, то есть, с Максимом играл в сборной, и сейчас до сих пор играем, то есть, как бы, особо такого, там, недопонимания не было в игре, не знаю, сразу как-то нашли общие моменты в игре, то есть, и, не знаю, сейчас играем вместе в одной четверке, и все получается, я только рад. Правда, что в пляжный футбол играет лучше тот, у кого самый большой размер ноги? Ну, честно, не знаю, как бы, у меня не особо большой размер ноги, ну, не знаю, получается играть, другим виднее со стороны, но я не сказал бы, что это играет большую роль какую-то. Пару слов про бразильцев, всегда в Кристалле играли достойные представители этой страны, вот сейчас в Датине, который уже старичок, 7 лет в команде, прибавились, да, Родриго Маурисиньо, пара слов про них, как они шутят с русскими ребятами, какие слова перенимают, какие слова, наоборот, по-португальски учат вас? Ну, не знаю, в нашей команде, я считаю, что одни из самых сильных бразильцев с бразильской сборной, ну, не знаю, хорошая атмосфера, то есть, все друг друга понимают, там, Маурисиньо уже достаточно лет тоже играет в России, уже знает много русских слов, там, не знаю, песни по-русски также поют, там, Родриго тоже очень быстро изучил русский язык, также песни там поет, ну, Шути также по-русски пытается. Ну, достаточно много слов знает уже, Датине, наверное, с этим проблемы немного, он, как бы, поменьше русских слов знает, и, ну, такой, мне кажется, он немного в себе, такой, сдержанный, ну, зато на поле выплескивает по полной эмоции своей. А какие песни, кстати, «Калинка-маленька», что-то простое тогда? Ну, сейчас не скажу, но, ну, достаточно 2-3 песни, наверное, вот, Родриго точно знает, ну, такие более популярные современные песни. И ожидания от этого турнира, чем он отличается от предыдущих, и главная цель – победить? Ну, конечно, у меня такой принцип, если я ухожу на поле, только побеждать, смысл тогда выходить на поле, играть, тратить силы, там, свои нервы, здоровье, так же. Ну, хочется, конечно, победить в прошлом сезоне неудачно, и хочется уже третий раз стать чемпионом, так что, надеюсь, все шансы у нас есть для этого. Главное, выходить, играть с полной самоотдачей, и все будет хорошо. И по группе, вот, завтра Салгей Руш 0.8, что знаете про эту команду, и что знаете вообще про Академию, и другую еще португальскую команду? Честно, особо так, там, не углублялся, не смотрел, что за команда, что за состав, не знаю, просто нужно уходить на поле и побеждать с каждой командой, независимо от названия, от состава игроков. Продолжение следует...